Компуктер. 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 Я прям, вот, сука, слушатели настолько пидорасы, что, блядь, мне охота даже выходить на какой-то уровень. Ну, хуёво, да, подросло поколение. А мы пишем, да? Да, пишем, пишем. Отлично, идём дальше. Три, два, один. Часик в радость и ферсладость, дорогие мои друзья. И сегодня у нас в гостях известный ельцинист Саша Скул. Саша Скул. Поприветствуйте, дорогие друзья наших телезрителей. Здорово. Здравствуйте. Второй участник нашего сегодняшнего эфира. Пожалуйста, представься. Как тебя зовут? Меня зовут Дима Добрик. Я являюсь концертным директором группы Саша Скул. И одним из олигархов. Одним из олигархов. И я бухаю постоянно и пишу в школьных. Итак, первый вопрос Саши Скул. Саша Скул, что же такое ельцинизм для тебя? Объясни для наших самых маленьких телезрителей. Бля, ельцинизм... Ну, на самом деле, да, бля, никто ж не любит ельцин. Ну, хуёло там, на трене. Говорят, у меня вообще были родители бюджетники, очень хуёло было. Помню объявление, а там были, типа, я в газетах меняю мешок картошки на кавказскую с овчаркой. Ну, типа, это же мясо. Вот. Ну, и, типа, ельцин некая такая красная тряпка для всех этих ебанутых, там, шаворбанов, там, оппозиционеров, либералов, там, креативной молодежи. Вот. Когда все равно они хоть как-то реагируют, ну, мы там создали некий образ, там, такой медийный, еще замечательный, близкий русскому человеку, там, водочка, типа, кутеж, пацанское самоотверждение. Ну, и, бля, круто, что под этой гидой можно, как бы, травировать вообще любую сторону, на самом деле, там, пердаки всем дико рвет от этой гражданской позиции. Но, хуёво, что все более популярным становится эта тема, и, как бы, всякие чуханы начинают, так сказать, от мерч, как бы не очень элитно себя выглядели. Еще, вот, крутые эти футболки с красными полосками, которые, блядь, на Moscow Dead Brigade похожи. Однажды у Митре стоял такой, на меня очень жестко косились футбольщики, ну, так и не отмупили меня. В первую очередь, наверное, все-таки, это алкоголизм, угар, трэш и чувство свободы. То, что обожрался, послал всех нахуй и пошел кутить, гулять. Только времена не те, сейчас за эти кутежи можно и на зону заехать, а раньше все было более свободно, более дозволено. Не, ну, вообще, как бы, такая еще тема, как бы, поствольническая, когда там, что, можно носить там правые шмотки, будучи антифой, и, там, и, там, и, там, и, там, и, наоборот, там, какая-нибудь шахта может вставаться с банами, ну, и заебись, что это, так и разваривается эту субкультуру и хебучую, потому что это заебали субкультурщики. Отлично, отлично. Итак, дорогие господа, продолжаем нашу околошкольную тему, продолжаем выяснять патогенез, почему же люди становятся такими, какие они есть. Трэш-могильный историк, как же все начиналось? Путь Саши Скула. Он родился в АГТ, вот он, Путин, начался. Впереди, там, путь, нищета, болезни, наркологичка, зона, там, тюрьма. Алексей Гудков всегда хорошо говорил, но у меня все еще впереди, я не конченный, а впереди у меня армия, психушка, зона, наркологичка, там. И кладбище, отлично, отлично, отлично. Я хуй знаю, там, блядь, но там, в натуре, нихуя интересно, это часто, у школьников айфоны, им там, в школе интересно, там нихуя не было. Помню, у меня было, там, единственное развлечение, прийти, там, на полчаса раньше, блядь, начало урока и, ну, и там, типа, надо было в рекреации сидеть, охранник не пускал наверх, пробегать наверх и съебываться по темным коридорам от охранника. Причем мне было, блядь, 11-12 лет, я мудила, короче, в итоге меня поймал, затащил в параш, блядь, разбил мне ебало, там, был дядька такой здоровый. И, блядь, вот как-то, даже, по-моему, я маму сказал, кто дал мне пизду, что это пидор, охранник, там, ебучий. Ну, и всем было плохо, если бы сейчас, блядь, вот эту ебучую молодежь, ну, там, изнеживая, пиздил, что ли, охранник, там, мне кажется, по ОРТ бы показали, там, к Малахову пригласили козову. Ну, если бы ты мог, будешь тогда знаменитым стать, если бы на ОРТ попал. Ну, да, как козел Тимур и Амур. А на самом деле, вот такой вопрос. Господа, вам не кажется, что нынешняя молодежь, как справедливо упомянул Саша, не кажется ли вам, что она дико изнеженная? Раньше ведь мы были закаленными. Нет, ну, ряд хорошей жизнью были. Да нет, на самом деле, мне кажется, что мы уже, мол, это старички, просто нынешняя молодежь, там, это... Нашу картину мира не вписывается, причем, блядь, вот их реально изуродовали соцсети, это полный пиздец. То есть все эти мудаки, там, блядь, как ходячая лента ВКонтакте, причем там, да, шлют, там, буквально года три на четыре, там, меня младше, на работе не встречаются. А они там хуярят всякими словами, типа, няшка, братюня. Ну, и, блядь, на полной серьезности так разговариваются. Сгалимыми, мемами говорят. Хочется, мне шлют в скайпе, просто, ну, вы че, какие бланы, это вообще кому смешно. Я думаю, да, в русском дворе бы за дня, чтобы... И, блядь, и, вот, как следствие, да, родилась там некая там цивкультура вокруг этих батлсов. То есть я даже там уже не репал, все эти версусы слова, а просто малолетние долбоебы приходят послушать других долбоебов, которые там, как правило, вообще без конфликта, какие-то там образы себе придумывают, гибанутые, люди, по-моему, друг друга хуесосят в стихотворной форме, чтобы все так кривляться стали, это такой пиздец, это, как вот, Римская империя, когда там был эпогей, уже, ходицы, действовала там презрена, все это из залупы, и вот здесь все туда же, яйца, скоро, блядь, если не миру, то россияшки, то ничего, скоро, и, блядь. И все-таки, и все-таки, пару слов о школе, как ты учился, как ты учился, просто смотри, многие люди, когда смотрят, сейчас, сейчас, секунду, секунду, многие люди, когда видят Сашу Скула, и, в принципе, человек вчера посмотрел пару твоих роликов, он говорит, первое желание, которое у меня возникает, это вызвать милицию, например, когда тебя видят, вот. Нет, это нормально. Это нормально, да. Это поставят, правильно? И все-таки, все-таки, как ты учился, тебе нравилось учиться, и унижали ли тебя в школе, гнобили? Да нет, я не был там неформал, нормальный, а это, блядь, ну я учился, с хуя хуя занятел. Короче, учился я сперва хорошо, вот, причем я, на удивление, технарского склада ума, и где-то там, блядь, а вот, в классе восьмом я начал дуть. И, короче, как-то я понял, что, может, там, блядь, где-то и на троечку ехать. Ой-ой-ой, ну и вот, и что-то там, потом, короче, в девятом, а, я закончил восьмой класс, у меня были, или девятый, а были переводные экзамены, и ко мне, блядь, ловился домой АБЭП. Устроил там мастер-шоу, положился хебальниками в пол, выбрал компьютер с розетки, АТО 5 играл, то, что я скидил, ПВЛ-файл, там, с паролем АДИАЛАП на интернет, у, блядь, у одного банка. Ну, случайно получилось, абсолютно. А это такая банка тебя защищал? Да, это, Вика, короче, ебал, короче, денег этого банка на АДИАЛАП, вот. И, ну, и что-то как-то, блядь, вот, похуй ебило с тех пор. Потом я в военное училище собирался после школы, и, как бы, мне было поебать там на все это ЕГЭ, хуй ЕГЭ, я там задрачивал в эпизоду. Потом я быстро передумал. Ну, короче, закончилась школа, я, по-моему, в шесть строек, что-либо, в эти сайте было, на ЕГЭ у меня была пиздато, сдано оно, как, там, математика, физика, геометрия. Тебя не гнобили, не унижали в школе, кроме того охранника? Ну, я же говорю, это неформал, вообще, нет, мы там не даем, блядь, мы там, у нас там был старший пацан, Вадим, мы, типа, скидывали его, там, эти, блядь, блоки примы, типа, на зону, и, как бы, ты уважаемый, автоматически становился. Как ты пришел к рэпчику? Все нормальные русские людечки, группу Многоточи, группу Красная Плесня. Ты, видимо, сначала слушал русский рок, наверное. Ну, Многоточи там, да, все слушали, все пили партнер. Он был еще подростком, ну, такие, там, 2008-2009 года рождения. И что-то, бля, мы там тусовались у моего друга Руслана, у нас был микрофон, палочка, а там был такой некий Степ, что он чурка, и у него есть весел. А он ебашил музыку на программе Джаст Хола, бас, там, биты, никак, как, лучше писать, со двоичным фоном. Вот, он что-то нахуярил какой-то бит такой, такой, около рэперский, такой, Хачевский, причем. Ну, мне стало смешно, я взял его палочку, написал, типа, это, через винтовую звукозапись. Там, моднейший фристайл, я что-то там его частично помню. Ну, и там, типа, а вищал я в горе, и на сердце было радостно, зашел в магазин, что-то там, блядь, купить арбуз себе. Ну, и получилось, биг пизда. Панжай, BMC, там, я что-то время, от времени стал попердывать диссы местных рэперов. Ну, в основном, одного места рэпера, господа, молодежь, интересуется. Саша Скул, как же вести себя на стрелках, и бывал ли ты на них? Блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, я, блядь, причем у нас были охренные стрелы, там, за оскорбление в локалке, ну, там, локалка на районе была, за оскорбление в локалке, запиздешь, там, короче, на серваке, Контерстрайка, бацки пробивали IP-адрес, пробивали по IP-адресу, что это за хат? Их, блядь, там, семили пассажиров ставили за страшные деньги. Вести, там, всегда на стрелках приходят, там, по 20 человек с каждой стороны, там, с арматурой, и в итоге два мутака выходят и общаются друг с другом. У кого там, это, типа, старше и круче, причем, блядь, в основном, они же все локалки такие кривые, но у кого там есть старший пацан, он, типа, авторитетнее, ну, и в итоге получит безбытов. Пацан, чьи старше мнение авторитета, либо она просто подъезжает, старший пацки, там, нормально раскидывает. Короче, чтоб, типа, побеждать на стрелках, надо батониться с нужными людьми. У меня была хуйня, я, короче, был потлату, у меня был друг Леня, такой же потлаты, но мы, типа, это, были на футбольной уже моде, там, тудой-сюдой, в скачах, и там был еще Витя Улиска с нами. Ну, и мы такие три треща были, худые, в лосинах таких практически. Блядь, выглядели как гомосексуалисты, на самом деле. Ну, и мы там, короче, повздорили с охраной в одном кабаке. Типа, охрана отзвонила, ну, мы их сильно заебали, охрана отзвонила крышу этого кабака. Там приехали пассажиры на трех тачках, ну, и, типа, это, бить нас, у нас шансов, по идее, там вообще 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 не было. Но мы начали с ними опуемный разговор, мы были вообще в говно, и мы начали разговор с ними с того, типа, вы кто такие, там, типа, у нас там что спрашивают, вообще знаете, кто мы. Ну, и эти долбоемы, они достаточно взрослые были, там, нет, надеясь на старше, короче, эту хуйню проглотили, мы им там рассказали, что нашу папу ваду в законе, там, вообще полную дичь, и они, короче, извинялись вместе с охраной. Если бы я был трезвый, тряпку, не знаю, может уже в болоте, на валене наплавом. Итак, дорогие мои друзья, возникает вопрос, если Саша в прошлом вел аморальный образ жизни, он нажирался, как скотина, то, вероятно, у него возникали проблемы с правоохранительными органами. Ты можешь что-нибудь припомнить, кроме того случая, когда тебе домой оформались орлы? Ну, бляд, там, как бы это, по субкультурной всей залупе, там просто с каждого футбола, 2-го дивизиона, всех принимали и везли, то есть, ну, эшники всегда и бани, да, мозги. Один раз была очень, там, неудачная ситуация, я послал, короче, случайно на двери областного РУВД управления, ну, и я в натуре не знал, что это РУВД, и просто пиздец хотел ссать. Ну, и мы там были еще злые этими пипами, и как бы это, в итоге, ну, отутлились, пошли подальше, за угол поссать, а там такая улица была в Иркутске, с одной стороны РУВД управления, а с другой ФСБ, а вся улица в камерах, ну, и в натуре не знали этого, как бы ничего плохого не хотели. Ну, и, блядь, тут подошли 2 легавых, такие пепсы, егучих послали, типа, нас забрать. Но мы подумали, справедливо, что нам сейчас, наверное, засунули там, блядь, шампанское в жопу, скорее всего, в отделе, мы же там поссали, аж на РУВД. Ну, мы дико их начали таскать, нахуя, эти мудакины уже готовы были отпустить, но подошел там какой-то майор с этого РУВД, короче, бля, мы там снили жестко уже поздорь и оторвали по голодному хуеплету, нас там запечатали в отдел, прокуратура дала ход в делу, хотела показательное, делать там типа оскорбление, что-то там сопротивление, какая-то еще хуя-та-чуть нападение. Она могла все хуево покончить, что самовой подельник оказался племянником топовой судьи, она просто забрала это дело с прокуратуры, положила папку себе в стол и его сроком данных потом закрыли. Ты отжимал мобилы когда-нибудь? Блядь, ну, на самом деле стыдно, но там всего однажды так поучаствовал. Это было модно одно время, но я как бы всегда был запрет принимать их в свою деятельность. Я предпочитал покупать трубки у тех, кто их отжимает, все там за гроши, причем под заказ можно было отжать и перепродавать, короче, как будто бы они не отжаты после репутации. Тут была получше, как все думали, что я где-то покупаю. Вот, и достаточно долго я себя обеспечивал там Ягуаром, Страйком и своего друга, там, Сникерсами. Мы очень круто тусовались в подъездах, раз в неделю перепродавали телефон и были как пироли. Вообще, бля, крутое было время. У меня была стипедия 800 рублей, работа дизайнером за 2000 рублей, и, бля, я и умудрялся как-то еще играть в игровые автоматы постоянно, у меня в том, безлога. Есть, кстати, вопрос, молодежи, интересно, сейчас трубки отжимают, вот так вот, я про то, когда ей позвонить, ну, типа, ну, она же не у меня, она у него, ну, бля, я живу или у тебя, браула, поинтересно, как твои облачь с надеем, и все пиздец, и мои, ну, скупок я сейчас вообще уже не вижу. Отлично, отлично. Итак, возникает, дорогие друзья, следующий вопрос. Саша Скул, знаешь ли ты, раньше, раньше, когда-то, когда-то, давным-давно, был один летчик, звали его Клод из Эрли, и он однажды скинул ядерную бомбу 6 августа 45-го года на город Хиросима, и вот, однажды он сошел с ума, совесть в нем заграла. Как ты спишь по ночам? Не мучает ли тебя совесть за отжатые мобилы? Бля, я, кстати, зла-то нахрен никому никогда не делал, даже обижаю кого-то, если кто-то не знает, ну, то ли, добрый, порядочный, бля, моя совесть мне вообще не мучает, в общем, все это, Димка может рассказать, что нахрен он спит по ночам, про подкидывает, вот, давай Дмитрий еще дополняет. Ну, я думаю, так многие сказали. Расскажи, Дима, лучше, что такое подкидывает. Подкидывает, это когда ты, например, уже в сознательном возрасте, а не малолетка, и клюбучая, а ты уже, у тебя алкогольный опыт порядка 10 лет, и Крепыша, и Пивка, и так далее. Есть чем гордиться. И после 10 лет начинается подкидывание, подкидывание, когда ты 3-4 дня, марафонишь 3-4 дня, и потом пытаешься выйти из этого. Не, не, марафонишь, и главное не поймут, что марафонишь. Короче, когда ты просто, грубо говоря, ты обжираешься вечером, с утра стоишь, похмеляешься пивком, в обед начинаешь водочку, к вечеру опять пивко, утром стоишь в пивко, водочка, вот так 3 дня. Вот, потом ты, естественно, одупряешься, начинаешь пытаться выйти с этого состояния, прийти в нормальную жизнь, там, чтобы дома работать, там вся хуйня, стать россиянином, вот, обычным. Вот, ну, то есть, да, опять вернуться в тяготу, повседневную. Пытаешься выйти, и вот у тебя примерно день, два, иногда даже три, начинает кошмарить, днем и ночью, ну, как правило, ночью, то есть ты засыпаешь, проходит часа два, и ты как будто в яму проваливаешься, это называется, подкинул. У тебя мотор стучит, вываливается, ты в поту, блядь, то в холодном, то в горячем, блядь, и это очень хуево, хотя бы вскоро. Я по Ижевску, скажи про скорую, вот, да, да, вот летели с Ижевска, с гастролей, переводочку, калашники, переводочку, двое суток, калашники, вот, вовремя не опохмелился, с утра, потому что мы дико опаздывали на рейс, зарегистрировали, я помню, а что Курнич, не знал, не знал, это в первый раз, не знал. А подкинулся, у меня во второй раз, а, да, вот, вот, и мы не успели опохмелиться, я только забежал в аэропорт, 033 пивка дал, собственно, и мы полетели. Хуево, и когда самолет начал снижаться, дико похуевило, я срал, плевал, мне скорую прям к трапу подводили, короче, дико хуево было, я писал отказ от специализации, чтобы потом не выебали там стюардесса, это хуево, вот, короче, ну что была охуенная, весь перелет, они бегали, чем вам помочь, вот вам таблеточка, хуеточка, только мы вышли там, вот мимо этой скорой, прошли, взяли по песку, как отшепталок, ну по два пришло, взять, потому что одной не отшепчено, на самом деле, это речь, все современные слушатели рэпа стали пидорами, может быть интернет, может соцсети убило, но в натуре, блядь, они же даже не слушают, ни хуея, если слушаются, там не слушаются, даже не пытаются понять, там, вообще посылок, какой-то концепт, вообще идея, мая-то, этой творческой, из-за того, что они так не следят, как следят, с кем-то там сфотался, какую шмотку одел, кто у тебя в друзья вконтакте, то есть они реально следят, блядь, не за творчеством, а за страничкой в социальных сетях, я вообще не понимаю, нахуй им это надо, ну это полный ходит пиздец. А почему, я тебе объясню, почему их надо, потому что, слушатели рэпа, зачастую это малолетки, 20 лет, а ты, блядь, сам говорил, то, что у молодежи, сейчас это айфоны, социальные сети и так далее, те, кто слушают, там, они даже во встречу не добавляются, они и так знают, где их любимый слушатель будет выступать, и приходят конкретно на живой звук, на живого слушателя, будучи 40-летним там мужиком, набухают в баре тысяч на пять, те слушают, не бурагозят, ничего, эти малолетки приходят, они даже, блядь, стоят как в театре, достают свой ебучий айфон, и начинают снимать, а потом... И фотосы, главное, и фотосы, и фотосы, и фотосы, а я вообще бы нахуй русских петухов, блядь, вот эти, которые приходят на концерт, пиздят, закрывал бы клуб, и пиздил бы нахуй, ну, у нас получилось, короче, что-то, блядь, при концерте подряд, мы били ебал, бдителям, и как бы, вот обычная традиция, мне кажется, что-то там, короче, так, вот, в этом массовом сознании это меняет, причем, блядь, они такие долбоевые, они могут напиздеть в интернете, и когда ты ему разобьешь ебалом, он тебя на полном серьезе и скажет, что, ебанут, из-за, типа того, что мамку в интернете поебал там, типа, это ебало мне, и я вообще вакулюсь. То есть это не начало нулевых ПГТ-гидростроителей, где пойди, вы сейчас? за пиздежку, до страйка, там тебе приходили, и прям, ну, у меня так же в общаге жил, там, когда спускались, этажа на этаж, там, что-то выебывается кто-нибудь, прям, два этажа, не впадло было пройти, ебану разбирать. Ну, ну, то есть, сейчас, в принципе, я понял, их не принято, все, знаете, вживую, короче, это переносить, там, и кто кого затравил, такая, ну, это, блядь, арматуре, так мерзкая, просто, бесхребетная, какая-то, залупа, тупорылая, недумающая, и, блядь, вот, и, пидоры, правительство, потом будут сидеть, блядь, чай, и нам пенсию платить не будут, блядь, блядь, на самом деле, ну, что ж, господа, все, как у древних, молодежь уже не та, молодежь все хуже и хуже, итак, возникает следующее, проблема, еще из классической литературы, то есть, походу, вот, конфликт поколений, я там, и мы все, доросли, конфликты, отцы и дети, недовольные, мне кажется, вот этих выясосов, даже не одупляю, что они, блядь, кончены, что это пиздец, как бы это, мне кажется, ну, мой батя, про меня, мне кажется, то же самое, думаю, это тоже, а мне кажется, я тут маленький, блядь, то есть, любое поколение, оно пиздато, блядь, любое поколение, хуже предыдущих, кстати, если посмотреть, да, фотки русских людей, времен СССР, там, реально, все люди красивые, были, вот, хорошо выглядело, глаза, горели, блядь, это фотошоп, совет, там, каждый второй, как литый, выглядел, ну, прям, как актер, то есть, там, блядь, вот, с этих ЧБ фоток, как он фотки делал, спрыл там вообще с каждым ветром, охуенно, и, блядь, смотришь фотки, нынешь, и вот такие ебальники, все, блядь, что за мразь, вообще, что за мода, блядь, за мода у петухов, малолетних, тёлки попкаются, блядь, с какими-то бутылками, вот, там, тёлочки, бухло, паски с ебалом, вот так вот закрывают, как Оксимирон, блядь, тусовка некая, субкультурная, там, боны шашки в городе Иркутске, там был бурят, пых, там был дедис, РБВ, там, блядь, было столько безумных людей, но все были ебнутые, безысходные, нищие, там, блядь, поевали за одежду на развес, за контенте, там, похуй, какого размера, если это, там, лейбак, кежуальник, на состояние размер похуй, ты его берешь, и будешь носить, вот, с такими рукавами ходить, и, блядь, так было охуенно, а тут я смотрю, как бы, кто нынче гоняет, в тех же, короче, местах, а они все так красиво одеты, такие благополучные подростки, там, такие ухоженные, халеные, ну, блядь, на шпидерство такое-то, нахрен надо, в чем там борьба, вот это было круто, все были безысходные, все были поехавшие, там, реально, либо в дурку, либо на зону, на флоде, блядь, все эти люди делали великие дела, а тут, пиздец, ну, блядь, и приходят, и, ну, долбоебы, фотоятся, просто, что у них есть баннер, у них кешуальная одежда, ебалость все замазывают, как бы, ну, блядь, школьники и планы, там, можно вообще не петь, я планирую для них хит записать новый, там, биток себе какой-нибудь такой, амбер, как они говорят, чтобы качал, и, короче, текст у меня будет вот такой, блядь, 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 школьники жаждут услышать о первом коэтусе Саши Скула, о чём? о первом коэтусе Сирич Ебле, блядь, ну, как у любого нормального человека, там, живное, некрасивое, бабу, попьяни, не шутил, сейчас, не, я просто думал у всех, не, у меня не так, в моём детстве было популярно, опускать, короче, ну, типа, там, кто-то сильно провинился, его могли обоссать, или там, выебать, и, блядь, я вот знаю, кучу, короче, своих знакомых, ну, они все там остались, и их первым был вообще сексуальный опыт, они там, ну, типа, навесника в рот за косяк, ебали, или в очко, я просто, я просто, я просто, об этом задумал, полный, тебе, ты, как бы, хуй знает, они там сейчас самих, дети, вроде жены, есть там, работа на тело, как они с этим живут, я-то хуй знает, как они спят по ночам, да, как лот из Эрли, ну, 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 прям, там, на ребёнка своего можешь стать, что-нибудь пожилочные, как подскорки. Ну, хорошо, да. Ну, хотя бы, у меня же там, бля, я не знаю, может, ты видел эту лекцию, что она потребовала, там есть концепция, что на Руси очень большой процент латенты гомосексуалистов, поэтому, как бы, здесь наивысшая степень реминирования, там, это выебать осок своего пола, типа, наказать хуем, и, типа, мне кажется, вот, это гомофобия, там, такая масса, вся эта заупа, короче, вот где-то оттуда растёт, то есть, там, они все в глубине души, там, короче, понимаешь, что они пидорасы, их это пугает, они вот, начинают утверждаться таким образом. Гомофобия, типа Швирма. Не, ну, вообще гомофобия, да, Лирус-Призм, вот, там, там, гомосексуализм. Латентность, господа, латентность. Лирус, это же, я не знаю, ну, бля, я, там, там, тусовался, там, естественно, не щенки, гейм, там, типа, с поциками, все в чёрном, в туфлях, там, нормально общается, если, там, бля, кто-то там пошутил, что-то проебаться в жопу, пидором, или назвал кого-то пидором, там, бля, такой был пиздец, и качели, ну, то есть, для них это было реально важно, и, бля, я вам однажды прикол показал, что сидели, накатывали, а там лежала морковка, и изобразил каитус, в общем, орально, там, бля, не так, сняли, там, шаблон порвался, у меня такая была уже, репутация популярного, и вроде, я бы, ебалил, блядь, это пиздец, и я был поражён, и причём, там, буквально, там, нахуй, полгода, потом, сейчас победали, типа, я так иду по улице, там, знакомый, я говорю, «Асань, ты чё, ебалу, ты нахуй, и так, вы тоже, типа, пиздец». Многие в своё время, где-то, наверное, месяца три назад, мне на вас приходит каждый третий вопрос, как пояснить за шмот, как пояснить за стон, что это такое, что это, блядь, такое? Малолетние задроты, малолетние задроты, заставляют, там, что-то за счётом пояснять, как бы, хуй знает, да, никто никогда ничего не просил, ну, бля, ни за чё пояснять, а, бля, там, святые годы, да, там, субкультурных гонялок, у нас-то было всё очень просто. Малолетние, кто-то никто не спрашивал, просто сразу ебашили. Ну да, там, как-то всё в порядке было. А теперь какие-то разводят базары, там, поясни, не поясни, да, нормально ли у тебя? Не, а сейчас всё знаешь, почему? Потому что, а денег, хуя, не было, и там, типа, в секондах все мутили, типа, если там изъебался, нам мутил шмот, то, ты, скорее всего, на теме, типа, если я не знаю, то, ну, то есть в любом случае, то понятно, сразу же на лагерь, а идти похуя. А тут, типа, может быть модненько. А тут, да, эти пидры, все одинаковые ходят, но при этом, принципиально, заворочить. То есть, даже челесли скажут, типа, отъебитесь, вот меня, блядь, мне мамка купила, они вот всё равно, там, что-нибудь будут отписывать. Я их видосики смотрел, и думаю, чё по-моему, уродки. А что, реально есть такое хорошее? Это очень популярно. Они там отписывают друг друга, типа, там, отписывайся. А чё бы ты бы сделал, с тебя так подошел? Я же ебал, выбрал с гилл, боехал. Ну, хорошо, давайте закончим. Я стоял, я даже не знал, таких уебанок. Я, Дмитре, стоял, короче, типа, стоял свою. Коя со спины подходит пацкий, чё-то там начинается, типа, ты шапка, или бонус, такая, ну, я ебал, поворачивай, там, айс, я был в бачку обкуренный, короче, как-то, не получилось. Я так и не понял, шутил он или Вася, и подумал, сошло, пристает, Петро. Хорошо, идем дальше. Молодой человек интересуется, не буду, не буду принципиально назвать имя. Какое отношение к Путину? Какое отношение к Путину? Замечательно. Я вот обратился в Твиттере к некоей потупчику, он, с нота тусовки, попросил грамп правительственный, ну, как бы, известно, группа «Саш Слу» воспаляя, как бы, и одобряя все выдела Владимира Владимировича и Рамзана Ахматовича, и, как бы, нам НОК пообещал выделить развитие творчества в правительственных градах. Бля, на самом деле меня щепотает. Россия даст ранее, когда у тебя есть филки, там, хоть Путин, хоть Хуютин, где будет охуяна? Народ, блядь, какие уебаны, которые нихуя никогда не будут делать, будут сам воровать, пиздеть, тупить, долбоебить, ну, вновь, рабы, там, блядь, не вытроить рабскую психологию, в кухню-то работать будет, если они пиздить, плески. Я говорю, что там будет Путин, что вот Обаму, поставить, кого угодно, здесь будет себя хуёво, пока там, блядь, население не изменится. На самом деле, совок там, плановая экономика всех из уродов. Это же с мамой дискутируют. И типа, она там что-то говорит, я говорю, бля, мама, не понимаешь, что это эффективная работа, что это работа на прибыль. Как в Совке, там ни хуя не делали, сейчас бюджетники, на самом деле, там есть бюджет, нет бюджетников, что-то, ох, как бы никто богаче бедней не ставит, ну, там, долбоебы эти читатели не получатся, и слава богу, может, на меньшем интернете будет пиздеть. Мирона. Я вот сейчас просто, ну, подумал, что, в принципе, слушая вопросы от слушателей, какие они долбоебы, думаю, ну, во-вторых активные, и это, а у Оксимирона, там, блядь, возрастной, как бы, это, планка возрастная, еще не, то есть муж, там, я за Тритцаху уже, Тритцаху, как он себя ващит, чузы, да, он, блядь, кредалом этих мудаков стоит, что-то там им впаривает, они там, как высшее знание, там, берет Мирон, блядь, инструкцию для жизни, да, блядь, погоди, у него есть преимущества, у него не такие гудоклубы, как у нас, цена вот твоему слову, там, твои все эти мысли, это, ну, блядь, для 15-летних мудаков, я не знаю, тут есть, как бы, не, погоди, я даже не об этом, а вот когда там был этот инцидент, когда ворал там что-то ЛСП, хуесос, вот что-то такое, как, блядь, ну, ну, вообще, как до этого, вот как это в голову могло прийти, выйти в 30 лет в зал с 15-летним пидором и начать кричать, что какой-то рэпер хуесос, блядь, это такая ебанудая хуйня, но у него есть преимущество, в отличие, в отличие от нашей группы, да, у него нормальные клубы, и он не батонит с этим петухами, нам же приходится, ну, раз, параллельно там, организовывать, мы всегда честно общаемся, послушаем, бьем их, вот, вот, и мы хотим прийти к такому, как бы, хотя бы локальному успеху, чтобы хотя бы, мы никак не пересекались с ними во время выступления, чтобы приехали, они пришли, на сцене покривлялись, они ушли, мы уехали, а получается то, что мы, грубо говоря, блядь, с ними в одном зале покривляемся, потом у нас происходит не до понимания, и потом у кого-то ебану раз. И потом еще меньше приходят. Хотел бы попросить, чтобы, ну, как-то организовывали таким образом, все, шоу. Вот мне у группы ЛСП понравилось, что, блядь, да. Вот ЛСП, знаешь, вот у них круто сделано, мы, короче, пришли, все, весь страхов, две тысячи человек зашло, там, все, гримерочка, им там одежду гладят, и, блядь, стоит два ведра, там, с водочкой и коньячишкой. После этого мы забыли, зачем-то вообще отрешили. Ну, как Дмитрий сказал, говорит, блядь, когда я водочку видел, я, вообще, похуй встал, о тем, что я тут пьяница поевать хотели в карагонах, еще, типа, вы, с Паской пообщаться, типа, у нас стало цепь пить водочку, через полчаса в такую залупу вылил, еда со рта выпадала, Дима там, лег в холод, если в стакан добавлял рукой. При этом мы поняли, что Бог нас отвел от лагачки, потому что, если бы такие туры нам организовывали, на третьем городе, мы прокапывались, поехали. А может, не успели бы их самолеты посмелать. Ну, и, как бы, на это все смотрят, ну, причем, белорусы, на туре, офигенно, вот, белорусы, прям, заебись, очень душевно, запустили там, с ними круто, провели время, мамка Олега ЛСП, мне кажется, вообще уже отвелался. Бля, паралон, короче, был еще. Он говорит, мелкий, блядь, гусь с портфелем, он там вообще что-то отхуел, как бы не хотел с нами тусоваться, убежал. Я только на следующий день понял, что это паралон. Я тесно практически ни хуя не помню, я понял, я твой здравоодочек видели, и бесплатно, и там все, я нарезаю. Отлично. А почему Versus Nteo в сеть не выложили? Это не Versus, словом. Блядь, ну там выложили, это кто-то на вагилку и снял, там нарезка 30. Ну вот, да, в комментариях просто смотрю, с лёгких. Все эти не выложили, я честно даже не помню, да, что-то было, блядь, я такой не посмотрел, и не хотел бы видеть, что-то было. Там, блядь, эти школьники еще, и ебучие там. Как ты связался с Дмитрием МТО? Тритер, тритер. Не, у нас вообще там были как бы общие кореша, там, там с него обменяют, там некий православный скинь, там, с ополками на мордах. Ну и, как бы так, там, были шапочно знакомы, тут у него с Версом, и балайка началась, ну, почему бы нет. Многие ведь негативно относятся к Дмитрию МТО? Я не знаю, что всем пердак от него рвет. По большому счету, в основном, даже правильные вещи достаточно. Но ты ведь тоже православный, как и Дмитрий. Да. А тебе не кажется, что Дмитрий просто тролль, жирнейший? Не, не, я серьезно говорю, как бы он, блядь, полностью адекватный, сильная гражданская, бригеозная позиция. Вот, ну, блядь, может он нам и по-тажам поддает в этом микроблогинге, и кучам, но я, я, естественно, не понимаю, почему всем рвет эти оперы. Ну, реклама, блядь, приобретайте, мерч, блядь, по 1700, с носками по 2000. Саша Скул, а когда же у вас выходит новый альбом? Когда ближайшие концерты? Концерты, хуй знает, когда-то, когда будет альбом, альбом, по идее, что-нибудь осенью, но как-то медленно это все идет. Вот, но на самом деле, там, да, задел такой небольшой, есть, будет пиздац, ну, как всегда, название, книжечки, концерты, всякая, там, всегда, в этот раз будет Пемен Карпов, пламень, причем, я удивлен, что практически никто, с кем я общался, как бы, в картину мира вписывается, что нормальный чел, ну, такой, достаточно, начитанный, эрудированный, с бэкграундом, культурным пламень, блядь, почему-то, вообще, никто не читал, хотя, такая охуенная книга, там, хочется просто по полю голым бегать, там, с ума сходить, там, прям, в лучшем смысле, от крепостного крестьянина, Руси, и вот, прямо, самой лучшей Руси, там, обезумие, тяготи, блядь, это шикарно, причем, я, как бы, когда заказывал обложку, чуваку, я, ну, нет времени, да, просто, человек, книжку почитать, вот, я, как бы, хотел ликбез провести, что он понял, как бы, просто атмосферу, и я не смог, короче, и с отрывков тоже, впечатления нужно, не складываться, короче, блядь, пока мы, там, пишем рэп-альбомы, там, вот, в качестве, летнего задания по литературе, там, ну, что ж, дорогие дамы и господа, если вам понравилось, то обязательно ставьте классы, обязательно подписывайтесь на наш канал, донайте нас бабули на ВИЧ-пакеты, и, может быть, в следующий раз, если вы наберете еще свои идиотские вопросы, если вы напишите, можете оставлять их в комментарии, то Саша Скул делает вторую-вторую педерачу, вторую серию выпусков, ответов на ваши вопросы, и все так же, Залихватский будет вас унижать. Хуесосить! Именно, именно, хюмилейтед, как говорят у нас в пятой колонии, например. Спасибо, дорогие друзья. Итак, Саша Скул, Дмитрий, попрощайтесь с нашими телезрителями. Ну, блядь, нормальные люди все равно смотрели, не будут, там, давайте малолетние хуесосы, там, ЕГЭ вам сдать, там, блядь, на выпускном, чтобы водочки продали, там, долбоебы. Чтобы сиську пожаркать. Давай, идите, поступайте в лучшие вузы, заводите знакомства, лезьте в дубу, блядь, отправляйте вас в пизду быстрее, потому что вы, долбоебы, уже точно никогда не сможете. Ну, что ж, дамы и господа, на этой мажорной ноте мы, пожалуй, завершим наш эфир. Спасибо огромное сегодняшним нашим гостям. Надеюсь, видимся не последний раз. До новых встреч, часик, радость и весу сладость. Всем пока.